71 год семья Белезбековых ничего не знала о своем родственнике, пока останки казахстанского солдата не удалось найти поисковому отряду Тверской области. Там в годы войны тяжелые бои вела 362-я стрелковая дивизия. Внук героя войны Ергали Белезбеков рассказывает, что распознать останки деда удалось благодаря случаю. Случайно просят, находят фамилию, имя находят Белезбек. Она говорит, Чаянская районная команда, да, призма, да, там. Жену Ударбек зовут, да, а поселок, где она жила? Усуптас. Ну, Усуптас это было 50 домов, там, кроме Ударбек нашей бабушки, и фамилии, имя Белезбек там не было, потому что это достаточно редкое имя. Казахи дают Белезбек, по-разному бывает, там, как высота, там, и так далее. А здесь Белезбек. И когда мы сложили, получилось, что это наш дед. С начала года поисковый отряд «Орел» обнаружил останки 110 воинов. Все они были перезахоронены в Тверской области. Руководитель отряда Сергей Осипов отмечает, почти 90% без вести пропавших солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в Тверской области, уроженцы Казахстана. У нас собирается около 40-50 человек, ну и стоим мы где-то дней 10 и проводим поиск. Работаем в основном металлоискатели, ну а самый главный инструмент – это щуп. Щуп – это такой металлический пруд с такой ручкой, и протыкаешь землю. Ну и когда находишь, и в основном работаешь по пустотам, где провалы какие-то в земле есть, и вот эти провалы все проверяешь. Ну и когда натыкаешься на кости, находишь их, ну у костей определенный звук. К слову, из Южно-Казахстанской области на фронт ушли более 140 тысяч солдат. Из них более 105 тысяч погибли. Многие пропали без вести. Сейчас в одной только Тверской области поиском пропавших солдат занимается 42 отряда. Ксения Поленица, Константин Усупов, Камила Сайфулина, информационная служба, телекомпания «Утрар».